Здравствуйте, это пресс-обзор на канале Эндоскопус. Шо? Опять? Да, и сегодня мы расскажем о новых публикациях, посвященных эндобилиарным вмешательствам. Для пациентов с протоковой аденокарциномией поджелудочной железы, которым необходимо выполнение и эндоузиста, и коигольной пункции, и РХПГ с дренированием протоков, обе процедуры могут быть выполнены одномоментно. На сегодняшний день такой подход возможен с технической точки зрения, а также представляется более экономичным и логистически оправданным. Однако до сих пор не оценивалась частота осложнений при одномоментном ЭУС-РХПГ по сравнению с выполнением этих операций по отдельности. В ретроспективное одноцентровое исследование вошло 200 пациентов, которые были разделены на три группы. В первой группе выполнялось комбинированное исследование в последовательности ЭУС плюс ФНА, затем РХПГ. Во второй группе сначала проводилось ЭУС, затем другим сеансом – РХПГ. В третьей группе сначала проводилось РХПГ, а ЭУС либо проводился отдельно, либо не проводился вообще. В первой группе ожидаемо выше оказалась продолжительность процедуры и расход наркотических препаратов, тогда как по количеству осложнений, техническому и клиническому успеху, одномоментное ЭУС плюс РХПГ не уступало двум остальным группам. Кроме того, данный подход позволил сократить время между диагностикой и началом лечения, в том числе за счет того, что одномоментно выполнялся забор материала под ЭУС-контролем и из протоков. Иммуноглобулин G4 – ассоциированная болезнь относительно новой нозологической формы. В настоящее время рассматривается как фибровоспалительное заболевание. Патогенез не вполне ясен, и патогенетическая роль иммуноглобулина G4 продолжает обсуждаться. Заболевание может проявляться большим количеством патологических состояний. Наиболее частые органы мишени – поджелудочная железа, желчевыводящие протоки и слюнные железа. Дифференциальная диагностика между иммуноглобулин G4, поражением органов пакреадобилиарной зоны и опухолевыми процессами является сложной диагностической задачей, и на сегодняшний день имеется много сообщений о диагностических ошибках. Клинический случай симультанного ИГ-G4, ассоциированного с клерозирующего холангита и холангиокарцинова, был представлен в журнале Медсен. Ранее не было зафиксировано корреляции между этими двумя заболеваниями, а количество сообщений оставалось крайне малым. Пациентка 76 лет обратилась к гастроэнтерологу с жалобами на желтуху и зуд. Ранее пациентка проходила лечение по поводу аутоиммунного панкреатита, выполнялась холецистоктомия и стентирование желчных протоков по поводу стриктуры. Была выполнена компьютерная томография, по результатам выявлено утолщение и усиление стенки левого и правого печеночного протоков, конфлюенса, а также дилатация холедыха. На РХПГ выявлена обструкция общего печеночного протока под вопросом обструкции холедыха в терминальном отделе. Выполнена сфинктеротомия, щипцевая и браж биопсии из терминального отдела холедыха. По результатам биопсии было выявлено хроническое неспецифическое воспаление, ассоциированное с иммуноглобулином G4, по результатам цитологии холангиокарцинома. Пациентке были диагностированы конкурентные опухоль Клацкина типа 3А и иммуноглобулин G4, склерозирующий холангит. Пациентке был назначен преднизолон для лечения аутоиммунного холангита, после чего желтуха и зуд быстро разрешились. Лабораторные показатели быстро пришли в норму. После отмены преднизолона пациентке была инициирована химиотерапия. После окончания терапии на контрольном КТ ширина холедыха нормализовалась. За двухлетний период наблюдение обострения симптомов не отмечалось. Несмотря на то, что связь ИГГ-4 холангита с холангиокарциномой не доказана, на сегодняшний день есть ряд публикаций, описывающих их конкурентное течение, что лишний раз говорит о важности онконосторожности при работе с такими пациентами. Авторы следующей статьи задались целью выявить предикторы постер-ХПГ панкреатита, для чего ими были проанализированы пациенты из национальной базы данных стационарных больных с 2000 по 2014 год. Количество больных, внимание, более 600 тысяч. Общая частота возникновения панкреатита составила 5,4%. Что примечательно, процент постоперационных панкреатитов был значимо ниже в обучающих центрах, чем в обычных клиниках, в том числе в начале академического учебного года. Также многофакторный анализ показал, что баллонная дилатация или монометрия, а также вмешательство как на желчных, так и на панкреатических протоков, в наибольшей мере повышают риск развития панкреатита. Этническая принадлежность также коррелировала с частотой панкреатита. Чаще всего РХПГ осложнялась панкреатитом у азиатов и латиноамериканцев. В 17% случаев панкреатит протекал в средней и тяжелой форме. Фактор риска тяжелого течения панкреатита – мужской пол, пожилой возраст и тяжелая сопутствующая патология. У пациентов этих групп панкреатит примерно в 2 раза чаще протекал в более тяжелой форме. Профилактическое стентирование главного панкреатического протока – одна из самых распространенных и действенных мер для профилактики постер ХПГ панкреатита. В ретроспективном исследовании на 282 пациентах сравнивалась эффективность стентирования протока на уровне головки со стентированием на уровне тела и хвоста поджелудочной. В результате частота развития постер ХПГ панкреатита в первой составила около 9,6%, во второй – 0%, что говорит о том, что стентирование на уровне тела и хвоста поджелудочной с целью профилактики панкреатита эффективнее стентирования на уровне головки. Ампулактомия – операция, сопряженная с высоким риском осложнений и нерадикального удаления опухоли. По аналогии с гибридной диссекцией была предложена гибридная ампулактомия. С двумя хирургами было выполнено 8 операций. После предварительного циркулярного разреза накладывалась стандартная петля. Производилось удаление образования, после чего стентировались холедок и главный проток поджелудочной железы, а дефект слизистый ушивался клипсами. По результатам гистологического исследования у троих из восьми пациентов был сомнительный вертикальный край резекции. После операционном периоде возникло одно кровотечение и один острый панкреатит. Данная методика видится автором перспективной, однако необходимы дальнейшие исследования и усовершенствования, особенно в плане получения чистого вертикального края образования. В последние десятилетия в мире растет количество людей с избыточным весом. Так, в европейском регионе, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день более половины населения имеют избыточный вес, 20% страдают ожирением. Остановитесь! На этом фоне выполняется все больше бариатрических операций, среди которых себя хорошо зарекомендовало шунтирование желудка. Однако, согласно ряду исследований, у таких пациентов частота развития желчнокаменной болезни достигает 50%, что увеличивает количество необходимых эндобилиарных вмешательств. В большинстве стационаров методом выбора у таких больных служат лапароскопически ассистированные РХПГ, инвазивная длительная процедура, требующая взаимодействия эндоскопической и хирургической служб. Эндороскоп, ассоциированный РХПГ, имеет относительно низкую техническую эффективность и сильно зависит от длины сформированной петли. Кроме того, эта процедура доступна не во всех центрах. Новая техника EDGE заключается в создании желудочно-желудочного анастомоза с последующей РХПГ, выполняемых в один или два этапа. Эффективность и безопасность данной методики сравнивали с двумя описанными выше методами в ретроспективном исследовании на 56 пациентах. В результате технический успех EDGE-методики значительно превосходил остальные методики. Кроме того, продолжительность операции была меньше, чем у лапароскопической и эндороскопоассистированной РХПГ. По частоте кровотечения после папилотомии, ну и худший показатель оказался у эндороскопоассистированной процедуры. Исходя из результатов данного исследования и данных литературы, EDGE может быть альтернативной лапароскопически ассистированной РХПГ в экспертных центрах. На основе нейросети с технологией глубокого обучения была смоделирована система подсчета сложности литэкстракции. На основе 1954 холонгиограмм было выполнено обучение и тренировка нейросети. Группой экспертов разработана шкала с баллами согласно данной таблице. Нейросеть с высокой чувствительностью и специфичностью обнаруживала камни в холедыхе с более высокой точностью, чем эндоскописты из группы неэкспертов определяла их размер. Кроме того, прогнозирование сложной литэкстракции было на сравнимом уровне с экспертами. Для холонгиограмм, оцененных в 2 и более баллов по данной шкале, значимо снижался уровень успешной санации желчных путей. Чаще применялась баллонная дилатация попилы и литотрепсия. Данная система может стать ценным вспомогательным инструментом, особенно для начинающих операторов, снизить риск осложнений и неоправданного использования более агрессивных методик литэкстракции. Одним из осложнений стентирования желчных протоков при РХПГ является проксимальная или дистальная миграция стенда, случающаяся в 5-10% случаев. В случае дистальной миграции стенда тяжелые осложнения, такие как перфорация тонкой или толстой кишки, встречаются очень редко. В толстой кишке самая частая локализация перфорации – сигмовидная кишка, как в следующем клиническом случае, представленном в Portuguese Journal of Gastroenterology. Пациентке 65 лет после РХПГ по поводу холедохолитиаза была выполнена РХПГ со стентированием протока прямым стентом 10 фринчей длиной 5 см. Через 6 недель была выполнена повторная РХПГ, во время которой стент обнаружен не был, а рентгенография живота не проводилась. Через год случайно во время колоноскопии был выявлен пластиковый стент, который обоими концами перфорировал стенку кишки в области дивертико. Учитывая поражение двумя сторонами стента, было принято решение воздержаться от эндоскопического удаления и выполнить лапароскопическое удаление стента с ушиванием дефекта, которое прошло без осложнений. Факторами риска перфорации толстой кишки авторы называют установку прямого стента, наличие вентральной грыжи и дивертикулов толстой кишки, а также спаечный процесс брюшной полости. Факторы риска миграции бильярдного стенда и последующего повреждения кишечной стенки остаются предметом дискуссии. На основе ретроспективного исследования была предпринята попытка выявить, какие факторы могут влиять на указанные осложнения. 402 пациента с единственным установленным пластиковым стентом были включены в исследование. Общая частота дистальной миграции составила 6,2%, из них повреждение кишки возникло у 36%. В результате анализа факторами риска дистальной миграции были признаны доброкачественная структура и установка проксимального края стенда выше 2 см от проксимального края структуры. Угол между позвоночником и стентом более 30 градусов ассоциирован с более высокой частотой повреждения стенки двенадцатиперстной кишки. В случаях, когда этот угол меньше 30 градусов, вероятность повреждения стенки крайне мала. Селективное стентирование печеночных протоков у пациентов со злокачественными структурами области ворот печени зачастую представляет собой трудную задачу из-за нарушения анатомических соотношений и обструкции протоков. Одним из путей облегчения этой задачи авторы следующей статьи видят в дополнение традиционной двумерной рентгеновской навигации трехмерной моделью, построенной на основе компьютерной томографии. Представлен клинический случай пациента 66 лет в ананнезе аденокарциновом прямой кишки, передней резекции и химиотерапии. Пациент поступил в клинику в экстренном порядке с желтухой болью в эпигастрии и высокой температурой. При МРТ в области ворот печени было выявлено образование диаметром 3,5 см, соответствующее четвертому типу холангиокарцинома. Несмотря на две попытки селективного дренирования левого и правого печеночного протоков, разрешения симптомов добиться не удалось, в результате чего пациент повторно поступил с симптомами холангита. Было принято решение выполнить 3D-моделирование желчных протоков на основе КТ-сканов при помощи программного обеспечения Fujifilm. Полученная трехмерная модель использовалась при подготовке к операции, были наглядно выявлены расширенные протоки, спланирована тактика операции. Трехмерная модель также использовалась во время операции для контроля и навигации. В результате удалось провести адекватное дренирование желчных протоков, повторных эпизодов желтухи у пациента не отмечалось. Использование трехмерной навигации может стать полезным вспомогательным инструментом, который дает исчерпывающую информацию об анатомии билиарного дерева, сокращает время процедуры и, соответственно, лучевую нагрузку. Этим же программным обеспечением пользовались авторы следующей статьи. Их целью было выявить корреляцию между объемом поджигулочной железы и вероятностью пост-РХПГ панкреатита. В исследование вошли 168 пациентов. Пациенты с объемными образованиями были исключены. Средний объем паренхемы составил 29,4 мл. Частота панкреатита в выборке составила 15%. В результате многофакторного анализа было выявлено, что есть четкая положительная корреляция между объемом железы и частотой развития панкреатита после РХПГ. Гипотетически это может быть связано с большим объемом ацинарной ткани и, следовательно, большим объемом экзокридной секреции, триггером к увеличению которой как раз и является инвазивная процедура. Врачи-эндоскописты в своей практике подвержены более частым болям и травмам, связанным с опорно-двигательным аппаратом, таким как дрозалгия, синдром запястного канала или синдром Декервена. Что же касается врачей, выполняющих РХПГ, ношение тяжелого свинцового фартуков, нестандартная позиция пациента и длительность процедуры могут способствовать более частым травмам и болям. Однако на сегодняшний день есть только одно исследование, освещающее этот вопрос. Авторы следующей статьи опросили 203 врачей, регулярно выполняющих РХПГ. В результате опроса выяснилось, что более 90% из них отмечают боли в спине или конечностях, 48% имели повреждения по типу синдрома Декервена или шейной радикулопатии. С увеличением количества выполняемых в год процедур увеличивается и процент врачей, имеющих травмы, приближаясь к 50% для врачей, выполняющих от 100 процедур в год. Данная информация может быть полезна для разработки новых гигиенических стандартов работы врача-эндоскописта, а также для производителей медицинского оборудования с целью улучшения эргономики их продукции. На сегодня все. Берегите себя, все их близки. До свидания.